Это был умный учёный-дельфин. Он играл в мяч, успел, умел считать, разговаривал тонким голосом, а всё остальное время обсирал дельфинариум. Служители сбились с ног, убирая о фолине говно, в то время как он ухитрялся гадить в противоположном углу тонким голосом, выкрикивая ругательство в сторону обслуживающего персонала. Он ухитрялся обгадить на лету даже мяч, которым с ним играла очаровательная девушка-дельфинистка под бурные аплодисменты мужской части многочисленных зрителей дельфиньего шоу. Дельфинария всегда пользовалась большой популярностью, но тут она стала просто бешеной, взбесилась окончательно. Никакие методы не помогали не закрывать же шоу, которое приносило такой дакот. Взбесившуюся популярность посадили под замок, где она истошно вопила и плевала белой морской пеной во всех официальных и полуофициальных лиц, приходивших её навещать. Полуофициальным лицам доставалась половина пены, они бережно сдували её с оттопырившихся лиц и уходили слушать концерт классической музыки. Это на время их успокаивало. Официальным же приходилось идти в дельфинариум и наблюдать за срущим дельфином. Это было частью их непременного имиджа. Иного публика бы не приняла. Афалина стояла во весь рост на хвосте, виляя им с такой скоростью, что вся поверхность воды пополам с говном держала её практически как на суши. И так о кипосуху она шла к зрителям, улыбаясь и раздавая поклоны и комплименты. Телешоу практически правда не состаивалось, ибо многомиллионная аудитория могла созерцать лишь говно, которым звезда ухитрялась тут же залить все телекамеры. Мне, однако, посчастливилось сделать моментальный снимок с выдержкой в одну тысячную, где сквозь дельфинний кал были видны смутные очертания его автора. Но всё это лишь благодаря моей исключительной выдержке.